Девушки отдыхают Лучшими друзьями человечества были животные. Человек с ними общался, а они в свое время кормили людей, возили и даже лечили. И сегодня снова вспомнили о полезных свойствах лошади, о том, что они могут лечить различные заболевания. Вот о лечении верховой ездой мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. Девушки отдыхают О пользе верховой езды для человека знали еще в древности. Упоминание об этом можно найти в трудах Антилы и Парацельсия. С середины 20 века зарождается такой метод лечения, как ипотерапия или лечебная верховая езда. Говоря о целебном действии ипотерапии, необходимо помнить, что это не конный спорт, а просто верховая езда. Сегодня мы в гостях в одном из загородных клубов, занимающихся ипотерапией, и побеседуем с инструктором по верховой езде. Как зовут вашу лошадь? Моя лошадь зовут Ливерти. Сколько ей лет? Ей два года. Два с половиной. А вообще, вот обычный человек со скольки лет может впервые сесть на лошадь? С детства. С рождения. Это уже полезно, потому что лошадь передает много импульсов, что сказывается на здоровье человека. Лечение лошадьми, ипотерапия называется. Как вы считаете, это действительно эффективно? Да, конечно, это очень эффективно. Лошади помогают человеку преодолеть многие недуги. Также сейчас и в нашей стране появилась возможность использовать лошадь в качестве лечения. Использовать именно способности лошадей для лечения многих болезней. Приезжают дети, которые не могут ходить, у которых параличие ног, рук. Андрей, а ведь можно же всех этих больных лечить на тренажерах, в специальных залах оздоровительных, в залах лечебной физкультуры. Вот почему лошадь предпочтительнее? Эти животные имеют огромные глаза, гордый дух, прекрасную стать. Они занимают особое место в наших жизнях, в нашей истории, в наших сердцах. Ипотерапия, по сути, является особой формой лечебной физкультуры. Лечебный эффект ипотерапии основан на комплексном воздействии верховой езды на организм пациента. Температура у лошади выше, чем температура человека. Поэтому при езде лошадь согревает и массирует мышцами своей спины, сидящего на ней всадника. Это является хорошим стимулом для улучшения кровообращения человека. При спокойном шаге лошади тело человека вынуждено следовать за ее движениями. Происходят пассивные движения в мышцах, позвоночнике и суставах. Таким образом, тренируются суставная и мышечные системы. А от наездника же в ответ не требуется значительных усилий. Еще один плюс. Занятия лечебной верховой ездой происходят на свежем воздухе. И поэтому ипотерапия способствует закаливанию организма и повышению сопротивляемости инфекциям. Альбер, а ты давно сюда приезжаешь уже кататься? Да. Да? Тебе нравится? Скажи, учусь не возить. Да. А почему вы вот решили детей возить сюда? Ну, во-первых, они становятся уверенными всегда, потому что они чувствуют свою силу. И когда даже в школе это отражается на их знаниях. Мне кажется, какая-то связь с лошадью есть. Она ставит на место позвоночник, дети меньше болеют. Ну, практически у нас в больничных никогда не бывает. А младший у вас тоже катается? Да, вот сегодня первый день привезли моего. Ага. Первый раз. Страха не было? Страха не было. То есть очень долго катался по времени. Вот. И даже сено в рот. То есть никакого... Да, страха нет никакого. И связь с животными – это первый раз лошадку он увидел живую. А как часто вообще сюда приезжаешь? Практически каждые выходные. Из Казани, да? Стараемся, да. Молодцы. И зимой тоже? И зимой нам больше всего нравится. Правда? Потому что здесь сани, здесь больше веселья. Лошадки даже, когда выпускают их очень много, они с нами играются. Они уже даже знают наш голос. Во время лечения пациент должен заниматься также уходом за животным. Кормить его. Такое общение помогает человеку развивать коммуникативные навыки. Чуткость к движениям лошади тренирует реакцию. А доверие к ней распространяется на доверие к людям, с которыми больной человек взаимодействует. Общение с лошадьми благотворно влияет не только на больных, но и на здоровых людей. Помогает снять стресс, обрести внутреннюю гармонию. Еще Гиппократ сказал, катайтесь верхом, уважаемые господа, и вы будете здоровы, как лошади. Давайте же сядем на лошадь и будем проводить свои выходные на этом прекрасном животном. И получим заряд на всю следующую неделю. И избавимся от стрессов. Жить долго, оставаясь активным и здоровым, посильная задача для каждого. Да и начать путь долголетия никогда не поздно. И для этого не надо переезжать в какие-то высокогорные деревушки. Или отказываться от всех прелестей жизни. Достаточно уметь себе говорить иногда «да» или «нет». «Да» овощам и фруктам. Они замедляют старение и позволяют поддерживать здоровую массу тела. И нет вредным привычкам. Например, курению. Ведь курение является неотвратимой причиной смерти. И ученые доказали, что курение отбирает у человека как минимум 10 лет жизни. Если вы курите, бросайте скорее. И вы сразу заметите, как нормализовалось давление, улучшилось кровообращение. Да и ваши родственники и близкие перестанут быть пассивными курильщиками по вашей вине. Сегодня мы находимся в одном из уникальных мест нашей республики – Голубом озере. Где встретились с интересными людьми, которые не только ведут здоровый образ жизни, но и увлекаются необычным видом спорта – дайвингом. А дайвинг – это спорт и философия. Это приключение и способ расслабления, спасение от жизненной суеты. Надежда только на собственные силы, преодоление себя и законов природы. Тишина, свобода, невесомость. Глубина здесь максимальная по 17 метров, если смотреть самые нижние точки. Субтитры создавал DimaTorzok Как вас зовут, прежде всего? Меня зовут Лазарь. Лазарь. А откуда пришло такое увлечение в подводное плавание? Друзья привели меня. Давно? В 2007 году. Первый раз, да? Да. И как часто вы сюда ходите? Мы стараемся каждую неделю. Вот сегодня в нашей программе сделан акцент на вредных привычках, именно на курение. Вот что бы вы сказали, чтобы не появилось такого желания курить? Опять-таки сложно сказать. Мне кажется, ничего хорошего в курении нет. Я когда-то курил, я вот так с ужасом вспоминаю, у нас в Казани очень много всего интересного. И парусный спорт, и дайвинг. Среди тех, кто занимается подводным плаванием, есть люди, которые курят? У нас никто не курит. И практически я вот так среди знакомых не могу сейчас припомнить людей, которые курят. Ну, наверное, даже сказывается, да? Все-таки дрокурильщик, а рынки, да, они более слабые. А здесь нужен и объем хороший, легких, так ведь, для того, чтобы дышать. Ну, и, наверное. Ну, вообще, на самом деле, люди, занимающиеся активным образомом жизни, редко курят. Мне кажется, так. У них какое-то такое отношение к жизни другое. Для того, чтобы заниматься любым видом спорта, особенно дайвингом, необходимо иметь здоровые легкие, потому что погружение в воду происходит на задержке дыхания. Фридайвинг не терпит легкомыслия. Им нельзя заниматься время от времени, работая над собой только в определенное время года. Этот спорт должен проникнуть в образ жизни, стать философией. Именно такой философией придерживается герой нашего сюжета Фарид Ахметов. Буквально летом встретил ребят, они говорят, давай присоединяйся к нам. Они раньше занимались каякингами, на маленьких лодках, экстремальный вид спорта. Они занимались постоянно в каких-то бассейнах, арендовали, их не везде пускали. И я поинтересовался, чем они сейчас занимаются. Они говорят, мы занимаемся фридайвингом. Я говорю, о, это прямо то, что нужно, чтобы нырнуть где-то, посмотреть дно. Это же именно отдых. И очень приятно, когда открываешь чудеса, которые находятся снаружи. Это же здорово, творцом сотворено, и это очень прекрасно. И в то же время, когда открываешь мир внутри себя, то есть ты узнаешь, что организм, оказывается, твой может погружаться вполне, как бы выдерживать такие нагрузки, и не напрягаясь, а получать удовольствие, то есть погрузиться на 15 метров. И это одновременный спорт, потому что ты чувствуешь, как тело работает, тело прям как по приборам отзывается. Что можно в Голубом озере увидеть на расстоянии 15 метров? Там такие рыбы есть. На самом деле, там гораздо прозрачнее, здесь прозрачность, я думаю, метров 40, скорее всего. Но просто метров 40 здесь нету, а так, если бы был метров 40, то при такой уровне воды, холодной как бы, здесь живности же мало, вот, то можно очень много увидеть. Но здесь в данном случае можно нырнуть на 15 метров. Есть внизу грот, то есть пещера, которая как раз и образовала вот этот карстовый провал. Да, это потрясающе. Для меня это было тоже открытием, мне никто не говорил, что там есть пещера. И если впоследствии задумаете нырять, это очень интересно. Время, оно как-то замедляется так, и можно не только увидеть, можно подумать о прекрасном, о завтрашнем дне. Как бы, знаете, это такое, как бы, не знаю, можно сказать, отчасти уровень даже медитации. Ну, это очень интересно. Фарид, а вот тема сегодняшней нашей программы, это, конечно, учимся исключать вредные привычки. Вредные привычки. Вот скажите, пожалуйста, вы сами курите, нет? Я когда-то давно курил, вот, но при определенных обстоятельствах, так скажем, я осознал просто, насколько все же ценен наш этот воздух чистый. Он реально ценен, он реально вкусный, и он реально как бы источник жизни. И без него ни сигареты, ничто, ну, мне как-то удалось это осознать. И с тех пор у меня резко негативное отношение к курению. И вообще многие виды спорта, они все-таки предполагают, что если ты куришь, у тебя просто хуже получается, меньше времени задерживаешь дыхание, там, меньше проедешь на велосипеде, пробежишь меньше. Ну, и хуже себя чувствовать будешь в целом. Ну, и вообще меньше проживешь на этом свете, так ведь? Да, ну, жить можно по-разному, жить лучше и интереснее, конечно, и если человек не курит, он интереснее проживет. Есть такое свойство человека, все познавать на своем опыте, и зачастую это сложно избежать. Ну, наверное, счастлив тот, кто познает как бы плохие вещи на чужом опыте. И надо просто довериться тому человеку, который через это прошел, и довериться его решению, и действительно понять, а смысла-то в этом нет. Противопоставить вредным привычкам нужны полезные привычки. Полезные привычки – это, опять-таки, здоровый спорт, и даже не просто спорт, как какие-то результаты добиваться, а просто отдых на свежем воздухе, с друзьями отдых, поиграть в волейбол, на велосипеде прокатиться. И, поверьте, в этих условиях не возникает желания покурить еще что-то. Это главное – здоровое общение, вот что нужно искать людей здоровых общением. Парит, спасибо большое вам за интервью, и хотелось бы посмотреть, как вы погружаетесь. Пожалуйста, давайте вместе посмотрим. Давайте. Парит, спасибо. Современная жизнь настолько стремительна, и для того, чтобы все успеть, надо держать руку на пульсе. Давайте же откажемся от вредных привычек и заполним нашу жизнь общением с животными. И физическими нагрузками, такими интересными видами спорта, о которых мы поговорили в нашей сегодняшней программе. А на этом наша программа подошла к концу. Будьте здоровы!